доброе утро день или вечер надеюсь у вас все хорошо сегодня у нас 3 декабря и мы приступаем к очередному дню нашего адвент марафона надеюсь ваши выходные проходят так как вам этого хочется есть хотите чтобы расслаблено то именно так если хотите чтобы энергично то тоже именно так у нас уже горит елочная замечательная свеча и для начала я вам с удовольствием отчитаюсь о аромате вчерашнего дня это ангел роза анджел роз из ними лимитированной это внешней коллекции садовой коллекции от мюглер туда входили пион фиалка роза и лилия и я в принципе и так знала что аромат прекрасный аромат мне нравится в старые стародавние тогда тогда в те времена фланкеры ангела выполнялись великолепно они полностью сохраняли узнаваемые днк но были добавлены нюансы достаточно различимые и делающие аромат немножечко иным но тем не менее в общем без нарушения целостности концепции очень классно это серии и кстати можно вполне себе найти на вторичном рынке у меня есть полноценный флакон как мне здесь слышится роза не совсем конкретно розой а скорее какой-то знаете иногда мяты розовые лепестки и в розово-почульных ароматов бывает что роза такая немножко пьяная для слегка ягодный оттенок вот мне здесь чувствуется что к обычному ангелу добавлена сочная ягодность это не первый раз когда они так делают там еще в каких-то фланкерах более кислые ягоды добавлялись почти что видность то есть если роза то винная роза великолепно стойко стильно не модно и не молодежно очень хорошо подходит для холодной погоды в общем с огромным удовольствием его относила и буду донашивать пробник и буду носить кстати я проверю если откручивается здесь спрею этого у этого маленького пробничка и можно ли его перезаполнить думаю что нет но одна из проблем с флаконами сплэш в том что ну и сплэша мне не нравится пользоваться а если нужно сделать атомайзер то маленький атомайзер некрасивых а большие выпаривают ну в общем эти страшные милодрама все так не просто давайте это будут наши самые вот большие проблемы которые будут занимать наш ум и в общем подтвердила свою любовь к этому аромату ангела любом коллекционерам рекомендую всем остальным нет так давайте смотреть что у нас мы начнем с чего давайте начнем с марксин спенсера поскольку включал нас в общем то уже горит то давайте смотреть сразу же что нам предлагают вот в этой косметичке так уже понемножечку так все начинает ну не то чтобы разваливаться не поняли 3 очень интересно мне кажется упражнение по развитию внимательности когда половина написано цифрами а половина буквами буду развивать чуткость ока так 3 и никакого намека нету но по звуку довольно весь по звуку весь состав размерами особо а в весе стану по звуку потому что в это нюкс и знаменитое масло как там не обычная но не какой-то не лимитка нет их обычная стандартная тяжеленько но потому что в стеклянном флаконе я думаю все его знают любят и обожают я знаю люблю но не обожаю поскольку мне достаются постоянно в календарях единственное применение которое нахожу это придать лоска голеням когда в общем летом в сезон ношения юбок что я делаю крайне редко но тем не менее когда делаю вещь прикольная ну курортный такой вариант на другие части тела как-то меня не тянет наносить это масло но если честно не фанат запаха но в целом продукт мультифункциональный и многими любимые и традиционные в общем-то в календаре марксен спенсер поэтому так вот у нас троечка вполне себе красиво опять прекрасный вот этот размер свеча который не прогоряет за один вечер или день это у нас вон кашми теплый кашемир достаточно достаточно спокойные тихие слегка приванили на аромат у меня среди ароматов янкис настоящее время есть флорит и он называется там что-то тоже про кашемир смоки ванила дельная ваниль и кашемир вот это мой сейчас любимый а так тут нам говорится have you found the perfect tree yet нашли ли мы нашу идеальную елку это очень интересный вопрос поскольку у меня новая елка можно сказать что нет идеальная елка не найдена в прошлом году у меня была елка модели ёжик знаете я ну я делилась с вами красивая симпатичная все но йог приобреталась живая в горшке ради аромата но в общем либо она сорта видимо такие здесь он будет либо подать либо либо не подать но не пахнут в общем она не падала и не пахло но она была колючая как дикобраз и просто как я нарядила был такой женщине атаковала стадо кошек в общем да нет и в этом у нас и всегда была достаточно большая искусственная елка такая мадам гристацуева и не знаю чем не тянет на переменные в общем я купила сейчас это модно худую елку мне кажется она будет елка заморыш потому что нам никогда будет слишком худая вот но посмотрим я сегодня как раз буду наряжать если будет не очень смешно может быть вам покажу и ну или наоборот если будет очень смешно меня все в общем обсмеют и и заставит достать старую прекрасную толстую елку поэтому не знаю ответ ведь как нам задает замечательный календарьянки ответ я не знаю пока нашла идеальную елку или нет ой партон поживем увидим а так давайте очень как это сказать неудобно открывать отклинать потому что как вы не откроешь все стремится вот у нас все получилось его надо нажать горизонтально так троечка вот она так здесь у нас здесь у нас календула значит водная сыворотка на водной основе с календулой вот такая штучка не знаю что у себя представляет я знаю что не был тоник с кусочками с лепестками календую мне кажется вот так и мне кажется любое не такой шаной гели и гели видно я думала на что совсем будет такой прозрачный ой легкий гельчик она не это пахнет кстати очень приятно лимонными дольками очень хорошие по тактильным и обманятельным свойствам вещь попробую почитала стоит ли оставлять но она такая морючка но интересно просто это более легкое средство на лето или можно в принципе и сейчас попробовать давайте мы решим походу сейчас конечно хочется в сфере сфере свете заморозков хочется намазаться вас очень жире и залечь на дно так смотрим что у нас в культе богатая богатая богачество у нас в культе в прошлом году у нас был ретинол который не прямо сейчас использует у меня же в холодильнике срок годности не очень не вышел но прессе но использую только совсем в темные в темные времена года и прошлом году у меня был ретинол до получи вот мне как раз хватило и сейчас вот прям надо завтра открыть ретинол медикей это кристалл ретинал серамид ай 3 в общем все лучшее сразу расправляет морщины в общем с витамином а для область под глазей здесь хорошая может быть его можно кстати одновременно с ретинолом кремом более универсальным чтобы эффект был уж прям наверняка давайте смотреть средства не дешевая давайте посмотрим она очень легкая совсем малипучка нет для крема для глаз вполне себе формате мне кажется это полный размерный такой travel я довольна это по-богатому и что нам сегодня предложит liberty полную прям хорошо как развитие попросила барсучего жира и собственно вот он я так понимаю и есть полный размер от бренда санды райли ночное масло о тоже с ретиноидами слушайте ну все ваш покорный слуга молодец просто до состояния младенца и придется выходить видео снимать значит ретиноид ретиноидное масло следующего поколения сокращает поры морщины и в то же время борется с преждевременными признаками старения такое ощущение знаете как будто есть своевременными признаками старения и с красотой понимаете это средства всего в принципе если у него попросить мужа или новую работу я думаю тоже выполнит я попрошу главное не перепутать и не попросить новому же так давайте что у нас едали духе едали духе сначала пищи духовные пищи духовные номеру 3 давайте так вот такая вот у нас фокусируется не фокусируется а вот такая у нас красота от бренда франческо дель пора аромат называется вуаль конфи очень много об этом аромате сильно восторженных отзывов много умеренно восторженных я не сложила на нем своего представления с точечного затеста он однозначно аромат приятный но чтобы понять это для меня лично вау или не вау в общем я его сегодня подошу и вам завтра расскажу название однозначно прекрасная воль конфи и давайте переходить к гастрономии переходим к нашему феечному замечательному ладу ряшечки вчера значит были и риски скис сегодня сейчас будет халва в шоколаде или этот батончик рот фронт так нет сегодня у нас еще одна юджинка юджинка так еще одна юджинка я не знаю что я на ней пытаюсь разглядеть наверное собственно можно особо ничего не стараться в общем она как в кино а хотите его но он стоит фиолетовый здесь она с этой стороны беленькая я совсем не хочу есть поэтому я сейчас ее не буду притворяться что я и буду употреблять но а до завтра этот момент настанет я вас уверяю это это временная временный сбой системы вот когда когда мне захочется вкусить кофе с чем-нибудь сладеньким я ее обязательно попробую и завтра вам попробую сказать что там был за аромат судя по цвету я надеюсь что это сторону либо черной смородины либо голубики черники они фиалки потому что ну в общем если что-то ароматизированы фиалками то это мне как как принимать есть пить подиколой но расскажу вам расскажу так сегодня у нас все у нас не будет меняться пока пока коллекция состоит из двух чашек будем делать тост завершать сегодняшний сюжет что я вас хотел спросить обязательно поделитесь я знаю что у части моих зрителей тоже есть один календарь и пишите что вы приобрели что вы открываете довольны вы или нет я вам обещаю сделать небольшое недоволь включение о трех адвент парфюмерных адвент календарях которые были достаточно завлекательные на первый взгляд но вот я расскажу по какой причине мне лично в общем я лично их не купила мне кажется это очень интересно потому что как я уже говорила индустрия идет в правильном направлении ну надо им нанять других людей но понятно что это все определяется маркетингом это определять с тем что какие именно ароматы бренды хотят продвинуть хотя в общем выбор и на раз бывает странный или может быть они знают что любит широкая аудитория и хотят угодить ей но просто хочу вам сказать что на ebay выходит практически в полном составе эти парфюмерные календари потом потому что ну в общем не знаю не не подходят эти мало кому они подходят у меня знаете у меня такая картина стоит перед глазами что такие календари подойдут какому-нибудь условно гламурном общежитии например если это общежитие на театральной студии вот там группа богемных богемной молодежи прекрасный в которой там действительно яркие молодые личности но вот они прям разные все да и вот это вот все подойдет а конечно одному человеку если у него такое разве смирение личности как предлагают advent календарей это если можно соблюсти как в общем они не следуют линии универсальности что касается косметических календарей все все мульти брендовые календари очень стараются сделать максимально универсальную подборку что касается парфюменных календарей там немножечко не складывается в общем завтра вам расскажу про парфюменный календарь heretz по сплетничаем немножко вы расскажите какие у вас календари это пожалуй все отличного вам воскресенья отдыхайте набирайте сил и мы с увидимся на следующей неделе а именно завтра пока пока